Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дальше демана Которг Димана Димана Яна Димана 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 права говорит то ли написано ваше поколение должны знать что я в суке посадил евреев когда они вышли из египта что это значит знать человек который сидит в суке он должен знать что он сидит в суке то есть если сука главная суке что это стенки это крыша человек который сидит в суке и чектор ходит по улице он обычно выше 20 локтей выше 10 метров то что происходит его глаза не замечает поэтому человек который человек может сидеть в суке если она слишком высокая он может не знать для что она сидит в суке поэтому рова говорит из того что кто написано вы должны знать чтобы из-за чего я посадил вас суку она не должна быть больше чем 20 локтей рабзера без укат еле целью маме хорек рабзер говорит написано в торе пасу то сука должна быть вам ценю в днем что значит ценю рабзера говорит сука который слишком высокая цель которая в суке есть откуда эта темпады не от крыши а от стенок а мы должны судить сидеть под ценю суки поэтому говорит рабзера из этого пасука мы видим что такая цена не кашина оба и спрашивают окей эти спрошу вопрос человек построил суку между двумя горами там цель откуда падает с гор не от крыши правильно так выходит такая сука некошерная что людям сделать который там живут объясняет развернение что если мы гор уберем и сука она меньше два слоте откуда будет падать сень с крыши поэтому а если мы стенки у суки уберем солнце будет падать поэтому рабзера объясняет что это вопрос не совсем вопрос даже быть мара говорили бы скотчу чего чего дьям им раба раба говорит что тоже говорит сука живите семь дней то есть человек на на время праздника сука должен выйти из своего постоянного жилища и выйти во временное а какое-то временное жилище это жилище которое больше десяти метров человек себе временное жилище не строит поэтому он говорит оно должно быть меньше чем 20 локтей оба и спрашивали вопрос или ами а то а самих и сочи базе и високах агабе нахина миде луаве сука теперь говорит тогда оба человек взял железные стенки и построил суку но ниже чем 20 локтей выходит сука не кошерная она же не постоянная и она же не временно она же постоянно или человек построил каменные стены мы сказали временно объясняет гвардата мне обычный человек который строит в ремянку он выше 20 локтей и и не строй если он поставил что-то выше 20 локтей уже там это даже если он построил ее из такого жидкого материала это все равно считается постоянным жилище но сука которая меньше 10 20 локтей и даже там стенки постоянные и есть люди у которых крыша поднимается для сукот они построили стенку в течение года они используют это как дома она сукот поднимает закрывает ее с хахом это постоянные стенки кошерны как объясняет раши написано что диро 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 дарай дальше говорит теперь спрашивает вопрос это когда мы проходит мари пересказать это не легко теперь три мудреца они каждый привели свой посыл к истории правильно мара потом начинает всегда разбирать что а муки муки на дмора дальше По-моему, полный. По-моему, полный. Стоп. Гмара дальше начинает разбирать так. Гмара разбирает, что... Почему... Эд... Нет? Полный. Гмара разбирает так. Почему... Эти три мудреца не согласны друг с другом? Почему Раба не говорит как Рабзера, а и Раба, и обратно? Теперь они говорят... Гмара объясняет так. То, что Раба привел посуд, чтобы вы знали, что я посадил вас в шатрах, то что это знает? Это должно быть знание на поколение. Не то, что я сижу. Это можно сказать, что все будущие поколения должны знать. Не обязательно это говорит о суке. То, что говорит Раба Зера, то, что сука должна быть целью для вас, это имеется в виду о временах Машеха. Машех, когда придет, мы говорили с вами, как Бог испытает Гоим, Он даст им митвас сука. И будет очень жарко, и они пнут и выйдут. Поэтому здесь, как они говорят, ты посуд, который привел, говорит про Машеха. Раби Зера говорит, нет. Там можно было использовать посуд хупа. Как мы делаем хупа, так и написано. Сука имеется и во время Машеха, и для нас. Раба без уход ищущий бадьями. Ему, вне мне эти два мудроца не принимают, потому что Аббай спросил его вопрос, а что будет с сука с железными стенками? Теперь, мы должны помнить, что сука с железными стенками, она не кошерная. Почему? Потому что железо принимает тума, не чистоту. Поэтому, что нужно сделать на нее, человек, который железная сука, на нее ставят деревянные балки. И только потом на них ставят крышу. На железные стенки суху крышу ставить нельзя. А балки железные можно, значит? Балки железные можно, можно, да. Только опять, когда я ставлю крышу, она должна быть на деревяшках. Теперь, дальше Гамара приводит три мнения о Мураим, которые объясняют от имени Рак. Теперь, мы что сказали? Сейчас мы что Гамара нам объяснить. То, что сказали сука, который выше 20 локтей, есть много-много разных возможных объяснений и вариантов, когда это работает. Первое. Гамара говорит со словом Рава так. Когда мы сказали, что если сука выше 20 локтей, она не кошерная. Когда стенки до конца крыши не доходят. На половину, на три четверти. А сверху воздух проходит. Пускай пустой. Поэтому она не кошерная. Но если стенки доходят, то тогда уже человек заметит эту крышу. Потому что по стенкам его глаза поднимутся и увидят эту крышу. Поэтому Гамара не шуму, деля шалта бэйна, как кеман керава. Как кеман керава. Почему мнение это идет? По мнению Рабах. Кто же сказал, почему выше 20 локтей, не кошерная. Потому что глаза его не видят. Дальше Гамара. Кеман назла, гаде амара, мун амара, махлокет бешенд ба, эля арбал арба, амбаль еж ба, йотер мю арба, арба, амода, фирул и мала, месри мама, Кешера. Кеман керавизера. Теперь. Когда мы сказали, что сука, которая выше 20 локтей, не кошерная, Рахуна говорит так, когда она не кошерная, когда эта сука 4 на 4 локтя, 2 на 2 или меньше, тогда, да, если она слишком высокая, тень будет падать не от крыши, а от стенок, а если она шире, тогда она будет кошерная. Когда Тосфуд объясняет, если она 2 на 2 метра, 4 на 4 локтя, тогда выше 20 локтей, тень не падает, а если она 8 на 8, даже если она 40 локтей, 20 метров в высоту, Тосфуд объясняет, по мнению Робизера это пройдет. Поэтому это выходит по мнению Робизера, что Робизера говорит, главное, чтобы тень была от крыши. Дальше Рафханан Бараба, он говорит так, когда мы говорим о сука, которая очень маленькая, где Рошов и Руков и Шурханов. Дальше Гмара объяснит, еще 5 минут, дальше Гмара объяснит, даже меньше. Дальше Гмара нам объяснит, что, какой минимальный размер суки, и минимальный размер суки, чтобы человек поместился там, он, большая часть его тела и его столб. Так говорит Гмара, но это мнение не подходит ни по кому. Почему? Потому что здесь все равно, если она слишком высокая, человек ее не увидит. Она узкая, потому что она, и тень падает от стенок, и тират, и она тоже постоянная. Там нет того, что она временная, она слишком высокая, поэтому это объяснение не подходит. Еще 2 минуты, Гмара, Горхай. Они же говорили, что вот, табурек мужик уже слаб, табурек это, все. Да, вот это мы говорим, что он должен поместиться, он, большая часть его, его головы и стола, потому что раньше ситей не кушали, раньше кушали прилегать. Мы разберем, дальше Гмара объяснит минимальный размер суки. Теперь, дальше Гмара приводит еще одну Брайду, которая повторяет этот спор. Брайду говорит так, сука, что есть гвога, а не 20 метров, сука, больше 20 локций, пасул. И Раб Иуда махширал 45 метров. Раб Иуда говорит, она кушает даже 45 локций, 20 лишних метров. Говорит Гмара, амар Иуда. Почему Раб Иуда говорит, что она кушает? Он приводит пример. Что была женщина, была царица, ее звали Хильни, у нее была сука. Сука у нее была больше 20 локций высотой. И она была очень правильная женщина. Она выполняла малейшие постановления мудрецов. Поэтому она все исполняла так, как надо. И к ней в суку, вот Раб Иуда говорит, к ней в суку приходили мудрецы, наобещали ее, приходили, заходили и замечания ей не сделали. Ну как так может быть, спрашивает Раб Иуда. Отсюда мы видим, что сука, которая выше 20 локтей, она каширная. Поэтому объясняет Гмара, разбирает это очень долго. И потом объясняет Раб Гуна так, что на самом деле, кроме этого, говорит Гмара, у этой женщины было 7 сыновей. И если у нее было 7 сыновей, как минимум один из этих детей, если даже она каждый год рожала, уже ему было 6-7 лет. Каждые 2 года уже ему 14 лет. Даже если она рожала каждые полтора года, уже один из сыновей, он должен был, он должен был исполнять митцвот сука в целях воспитания, по наставлению мудрецов. А мы сказали, что она все постановления мудрецов исполняла. Так как бы там ни было, если мы скажем, что женщина освобождена от суки, поэтому ей замечания не сделали, у нее хотя бы один ребенок должен был сидеть в суке, по мнению мудрецов, а она исполняла все мнения мудрецов. Как ей замечания не сделали? Истиняет Гмара, что у нее сука была не одна большая комната, как у нас, а там были разделения или несколько комнат. И там, где она сидела, у нее было очень узкое место, и она сидела отдельно от других. Из-за чего? Из-за того, что она была очень скромная. Поэтому она, по мнению Тамакавана, она сидела в некошерной суке, а ее дети сидели в кошерной суке. По мнению Рубиуда, даже она сидела в кошерной суке. Потому что он говорит, если она выше 20 локтей, ее дети могли сидеть вместе с ней. Поэтому на этом мы закончили первый лист когда-то сука. Второй лист, на самом деле, это второй лист, первый называется второй. Бару падунай ла улам, амин ве амин.